привет друзья так по просьбе одного из подписчиков несколько раз уже человек просил прокомментирую сегодня партию которая была сыграна в 2002 году в восьмом туре на этапе кубка россии в самаре вообще сначала небольшое вступление то есть этап кубка россии в самаре я был в неплохой форме но в первом туре не смог победить опытную шахматистку светлану матвееву после победы во втором туре я в одни ворота проиграл игорю захаревичу гроссмейстеру из если мне не изменяет память нижнего новгорода потом проиграл молодому игорю лысому белыми которые меня страшно боялся тогда но ну и поэтому быстро получил плохую позицию и но тем не менее стоило мне расслабиться тут же нанес удар и довел партию до победы то есть молодец это вынудило меня финишировать 5 из пяти и вот в частности в восьмом туре обыграл своего друга петра костенко черными вот в такой борьбе значит е4 д5 вообще дебют конечно рискованный скандинавская защита ход ферз до 6 мне кажется менее рискованным чем ход ферз опять таким более надежным вот и после коней в 3 я в то время играл только 6 значительно позже гроссмейстеры и пишем и крамник показали что можно играть же 6 и здесь вполне надежная позиция у черных частности вот прошлом году на чемпионате урала против одного из братьев драгаловых у меня вот эта позиция возникла я играл черными и так вот в общем то заметно что черное преуспели то есть у них больше пешек в центре и и вообще очень удобная игра то есть если теперь конь е5 то мы размениваем коня е5 вот а если конь d2 как было в партии тут у меня был очень сильный ресурс конь е8 с идеей сдвоить ему пешки вот так примерный вариант такой на c4 слабость вместо этого я сыграл опять и здесь мы согласились на ничью которая принципе устраивала нас обоих потом андрею драгалову оставалось сделать устоять против сергея искусных белыми и он бы тогда вышел финал россии то 6 я сыграл против петра костенко конь е5 но основной ход здесь же 3 то есть вот почему я бросил играть а6 потому что я играл линию с b5 и после слон же 2 слон b7 рокировка е6 такие логичные ходы он вышел на е5 слон на f4 хочет выскочить и вот здесь гроссмейстер долматов в 2003 году играл против меня слон е3 и черные уверенно уравняли у них нет плохих фигур но есть вполне понятная игра то есть вот здесь мы после конь b3 мне предложили ничью я согласился но поскольку мог пойти c5 и побороться за перевес крайне мере если поменять все все легкие фигуры то у белок совершенно точно позиция хуже то есть им надо бороться с конем против слона слон это в общем-то фигура дальнобойная но тем не менее вот после ферзь b6 у белых есть ход d5 и железо рисует большой плюс а как здесь получать перевес точно по ходам я не помню ну зрители могут сами посмотреть то есть мы мы все-таки смотрим партию костенко овечкин здесь петр сыграл конь е5 тоже вполне нормальный ход вынуждающий ответу конь c6 черные напали на d4 и на е5 в случае размена на c6 в общем то они препятствуют нормальному развитию королевского фланга белых пешка же 2 подвисает если сыграть d5 эту пешку нужно будет защищать то есть очень логичный ход слоны в 4 жертва пешки естественно черные бьют конюн теперь если слон c4 вот эта позиция встречалась еще в партии мортенсен бронштейн ну я вклеил вы можете посмотреть под описанием партию и все разобрать не смогу а так партию мортенсен бронштейн вы увидите сами также как партию в тимофеев игорь лысый москва 2006 то есть этот вариант еще долгие годы служил игорю ильичу верой и правдой кстати меня он как-то обыграл в блиц турнире черными пойдя вот на вот этот вариант причем я играл с ним уже же 3 я пошел с ним d5 но партию проиграл петр со мной сыграл слон d3 снова у черных обязательный ответ это отступление коня на е6 ну обязательно и не всегда плохое то есть висит слон у белых же тоже вынужденный ответ теперь угрожает конь бьет f7 угрожает конь g6 и после вход ферзь b6 тоже необходим в 2007 году игорь ильич лысый обыграл гроссмейстера эдуарда андреева с украины в круговом турнире в нижнем тагире эдуард играл с рокировка где-то дело рокировку железо считает что есть неплохой ход коня 4 и где-то здесь находит форсированные ничьи хотя позиция очень сложная да у белых есть компенсация за пешку но и у черных есть все основания считать что они смогут эту пешку в общем-то реализовать постепенно федор сыграл намного энергичней ферзь d2 понятно что на b2 никто брать не может слишком большим будет отставание в развитии надо развивать свои фигуры и вот здесь просто необходимым был ход h5 h5 здесь я допустил серьезную неточность и в этой позиции сейчас черным надо считаться с ударами на f7 на g6 но ну после предварительного коня 4 то есть король защитил пешку же 6 ну в общем позиции после хода ферзь е1 я бы ее оценил как неплохой компенсации за пешку но как форсированной игры здесь нет то есть первая линия компа примерно вот такая он тут путается в показаниях ну ставят примерное равенство в итоге если чуть подольше подержать я сыграл слабже слон же 7 и тут же на меня понеслась атака h4 ход не обязательны были ходы и другие я их даже не разбираю давайте все таки иначе мы партию так и не не закончим просматривать до c6 коня 4 напали на ферзя теперь угрожает конь b6 очень грозная позиция у белых я помню что мы оба лезли в цепь но с ним потому что каждый ход очень ответственный но мне удалось поднять единственный ход b5 в этой позиции и здесь вот мой противник мой друг соблазнился ударом то есть понятно что белым надо было бить на c6 и ходить коль д8 в ответ на что я бы выбирал между первое жертвой качества они бы 6 рокировка черная завершили развитие у них есть пешка за качество и определенная компенсация и второй ход более интересный конь бьет d8 отдали ферзя но за ферзя получили три легкие фигуры тоже поначалу железо пишет огромный плюс белым но как только черным удается консолидировать свою позицию сразу же оценка резко падает то есть но предстоял черным непростой выбор ну как и вообще на протяжении вот все этой коротенькой партии но друг зевнул он зевнул следующего взял на g6 в полной уверенности что после уже конь бьется 6 белые выиграли партию и действительно нельзя играть ферзь b7 потому что черные не теряют ферзя черных просто матуют ферзь d2 отличный ход и удовлетворительной защиты от ферзь f4 или ферзь g5 мат у черных нет пару ходов они еще наверное могут каких-то типа слона 6 там сделать но промежуточный ход слона 6 шаг полностью переворачивает оценку позиции после король b1 ферзь бассейн весь и уже нет хода ладья d8 потому что черный король просто сбежит на g7 заезжая ладью я помню что петр в этот момент сильно расстроился но тут уже ничего сделать нельзя после конь d8 белая конечно часть материала отыграли у них ладья и пешка против двух легких фигур черных но если перед этим фигуры белых были скоординированы а черные разбросаны по доске то сейчас все наоборот ладья h8 ладья h1 и ферзь a5 принципе не могут начать взаимодействие ладьи конечно в группу ну как бы в общем соединились взаимодействует между собой но уже поздно черные идут стоять мат грозит ферзь бьет b2 приходится решающим образом ослаблять черные поля и развитие фигур сочетается с защитой собственного короля то есть слон g3 белых тоже явно вне игры находится играть полностью перешла на как ферзевый фланг где белого короля не защищает никто то есть здесь вот раздался за что ему огромное спасибо не вынуждал показывать меня мою незаурядную технику иногда она дает не менее незаурядные сбои последнем туре мне удалось обыграть алексея илюшина к сожалению эта партия в базу не попала хотя она была еще более интересной там были качели во французской защите сначала я должен был получить мат потом должен был поставить мат в итоге удалось выиграть но в обоюдном цепь ноте в напряженнейшей борьбе общем когда вся тактика ну и партия не сохранилась такая памятная не менее памятная чем эта партия ладно все спасибо за внимание подписывайтесь на мой канал кто еще не подписан лайки дизлайки с вас тоже